Море за решеткой из-за самовольной застройки побережья Азовского и Черного морей у жителей курортных поселков остается все меньше шансов просто выйти на пляж. Парадокс. Жить у моря, но чтобы его увидеть, нужно или оплачивать элитные номера в пансионатах и виллах первой линии, или искать пока еще свободные дикие выходы к воде. Сегодня в одном из таких поселков срезали забор, который загораживал вход на пляж. Все видела Ирина Исаченко. Так выглядит сегодня центральный пляж курортного поселка Мелекино. Длину береговой линии, свободной от застройки, можно измерить шагами. Раз, два, три, четыре, пять, ну, примерно восемь метров. Вот и все, что оставили местным жителям владельцы пансионатов. Заборы на Белосарайской косе смыкаются в одну непрерывную стену. На километр всего один-два технических проезда к берегу, но и они перегорожены шлагбаумами. Перед ними домофоны, чтобы попасть к морю, надо знать ход. Отдыхающих пока единицы. Им еще не тесно, но уже неприятно. Везде огорожена одна только дорога. Вправо, влево нет дороги. Только по прямой. Везде ограды стоят. Все эти заборы вне закона, говорят местные чиновники. Люди должны свободно иметь доступ, что вправо, что влево. Это база отдыха прибой. Но я так понял, что каждый год мы его демонтируем. Но они нас в зиму всегда закрывают. Сегодня забор прибоя снова срезают показательно в присутствии журналистов по предписанию прокуратуры. Это не только сейчас. Эта работа проводилась постоянно. Мы постоянно. Через 5-6 лет проводили эту работу. Убирали незаконную. Если бы мы не работали, этих объектов было бы намного больше. На шум выходит администратор базы отдыха. Происходящее называют беспределом. Новые снять отношения с прокуратурой не решается, сразу исчезает. Кто будет снимать забор, никто не предупреждал. А владельцы этого дома, видимо, решили. Береговая линия вокруг него и даже море тоже их собственные. А потому их тоже ограждают забором. И прямо на наших глазах заливают под него бетонный фундамент по пляжу. Только что вы видели, у нас выявлен факт, когда проводится незаконное строительство на узбережье Азовского моря. Этот факт только что мною на месте пригода выказана следовательная оперативная группа. Милиция уже здесь. Сегодня реакция почти моментальная. Будем разбираться, кому принадлежит. На каком основании просмотрят цепку пляжей. Никто из владельцев прибрежных вилл силовикам не сопротивляется. За самовольную установку забора их оштрафуют всего на 340 гривен. А к началу курортного сезона, через несколько недель, успеют поставить новую ограду. Ведь проверяющие здесь появляются не часто. Ирина Исаченко, Олег Подоприхин. Подробности телеканал Интер. Донецкая область.